Всем привет! С вами Encrypted. И сегодня мы представляем вашему вниманию новую статью Артура Хейза, которая называется Five Ducking Digits, которую мы перевели как пятизначный ценник за эфир. В ней Артур Хейз рассуждает о том, почему эфир может стоить от 10 тысяч долларов и выше. Для тех, кто не смотрел предыдущую статью, три сценария развития событий от Артура Хейза, ссылка будет вот здесь и в описании под видео. Поехали! Сейчас мы живем в мире, где разные финконсультанты и фидуциары оказались на пике волны своего успеха. Фидуциарий — это компания или лицо, которому доверили управлять финансовыми активами. Итак, сейчас фидуциарий на коне. Еще никогда в истории человечества они не получали таких плюшек. И одновременно с этим никогда не показывали таких катастрофических успехов для своих клиентов. Но мировой класс фидуциаров нагоняет таинственности и прячет за сложными словами причины своих провалов. Фидуциары убедили мир в том, что только они знают секреты финансов для компаний и частных инвесторов. Как им это удалось? Они возвели высокие храмы, посвященные их вере. Просто речи, известные как бизнес-школы. Они выковали язык финансов так, чтобы внушить своим прислужникам веру. Они говорят на языке запутанных финансовых терминов, чтобы обмануть общественность. Они заставили весь мир поверить в то, что финн-управляющие могут управлять деньгами. Чтобы прочнее закрепить свои привилегии, фидуциары придумали классифицировать активы. А затем в своих проповедях говорили о важности диверсификации. В своих школах они проповедовали коэффициенты шарпа, гауссовые кривые, эффектные границы, портфель 60 на 40 и так далее. Эти проповеди распространялись по всему миру через СМИ и ролики в соцсетях. Прочтите книгу Ричарда Хадсона и Бенуа Мандельброта. Плохое поведение рынков – фрактальный взгляд на финансовые потрясения. И вы лучше поймете бесполезность современной финансовой теории. Фидуциары штампуют академические статьи одну за другой. В этих умных текстах они оправдывают свои методы распределения активов. И в объяснении дают формулы, которые могут понять только их коллеги. Единственная цель всех этих отговорок – выкачивать деньги из доверчивых клиентов, частных лиц, компаний или правительства в виде платы за управление. С помощью этих комиссий они создают игры по правилу «Орел, я победил, решка, вы проиграли». Нет такой рыночной среды, в котором фидуциарий проиграет. Но мир продолжает верить в этот культ. Несмотря на то, что Артур Хейс высмеивает фидуциаров, он считает, что они полезны, потому что их глупость очевидна, и этим можно пользоваться. Они задают только один простой вопрос. Скажите мне, что такое актив, и я скажу вам, как он должен или не должен вписываться в ваш портфель. Давайте не будем смотреть свысока на наших собратьев, а будем использовать их учения в служении Господу Сатоши и в частности его Архангелу Виталику, на котором я и сосредоточусь в этом эссе. Встретить одного или двух фидуциаров в дикой природе несложно, когда ты проводишь два месяца на лыжном курорте. Я обычно завожу разговоры с незнакомцами и встречаю довольно интересных людей. Хочу рассказать вам о двух интересных случаях. Первым был парень из Мичигана, который работает финансовым консультантом. У нас собралась группа лыжников, и мы заговорили, кто кем работает. Когда меня спросили, я сказал, что торгую на свои деньги, а благодаря интернету могу делать это на лыжных склонах. Чувак-консультант поинтересовался, чем именно я торгую. Я ответил, криптовалютами. Он покачал головой, а затем говорит, «Эх, я советую всем своим клиентам держаться подальше от криптовалют». Я тогда себе подумал, вот поэтому ты катаешься на лыжах, а твои клиенты до сих пор вынуждены ходить на работу. А потом посмеялся и пошел на очередной заезд. Теперь вторая встреча. Как и во многих горнолыжных городках, если ты не катаешься, то из развлечений остается только выпивка, дартс или бильярд. В моем гостевом доме был добротный бильярдный стол, и вечерами мы играли парами с другими постояльцами. На одной из таких партий я познакомился со вторым финансовым консультантом. Это была женщина. Мы болтали о том, кто чем зарабатывает на жизнь. И дама тоже заявила, что не любит криптовалюту и не советует своим клиентам ее покупать. Я говорю, не советуете, потому что у вас нет криптопродуктов, вы не можете продавать их своим клиентам и зарабатывать свои комиссионные? Она ответила, это совершенно верно. Мы оба от души посмеялись и продолжили играть в бильярд. Как ведет себя финансовый управляющий? Представьте, что вы задаете ему простой вопрос. Что нарисовано на картинке? Утка или крокодил? Первое, что он сделает, это вовсе не попросит показать картинку, как сделало бы большинство. Он скорее спросит, а какая у меня будет комиссия за рекомендацию по каждому из вариантов? Если за утку дают меньшую комиссию, то я буду утверждать, что на картинке нарисован крокодил. Этот бредовый пример служит лишь иллюстрацией того, как консультанты дают советы частным лицам, корпорациям и правительствам. В каком продукте выше комиссия, туда они посоветуют вкладываться. А что такое эфир? Это одновременно и простой, и сложный вопрос. Если вы скажете, что это товар, то им заинтересуется один класс инвесторов. Если вы скажете, что это валюта, то интерес появится у другого класса инвесторов. А что если вы сможете убедить мир в том, что эфир – это бессрочная облигация? Переход на эфир 2.0, который произойдет в этом году, полностью превратит эфир в проверенный блокчейн Proof of Stake. Награды валидаторам за стейкин превращают эфир в облигацию. Если мы сможем убедить Федуцара в том, что эфир – это облигация, а не валюта, тогда найдется целая армия финансовых менеджеров, которые мысленно уже готовы к участию в экосистеме. Добавьте к этому факту соответствие правилам ESG – экологично-корпоративного инвестирования, то есть инвестиций в проекты, которые не вредят экологии. А самое главное – добавьте метрики протокола, которые более привлекательны по доходности, чем проекты L1 и убийцы эфира. Все это говорит о том, что эфир недооценен, и он более выгоден для инвестирования по сравнению с биткоином, фиатом и другими конкурентами Layer 1. Теперь давайте обратимся к математике и зафиксируем наши теории и догадки. В какой-то момент в этом году, если верить Ethereum Foundation, эфир 2.0 и 1.0 сольются. После слияния эфир будет работать на механизме консенсуса Proof of Stake. Justin Drake, исследователь эфира, прогнозирует, что сразу после слияния стейкеры получат доходность с годовой процентной ставкой около 8-11,5%. Если вы не эфир-максималист, то можете согласиться или не согласиться с этими цифрами. Но пока я приму их как Евангелие. Цель этого эссе не в том, чтобы углубиться в то, будет ли доходность 5% или 10%, а в том, чтобы использовать анализ сценариев для оценки эфир как облигации. Итак, чтобы стать валидатором, вы должны запустить виртуальный частный сервер – WPS и заблокировать на специальном смарт-контракте 32 эфира. После этого, то есть после запуска версии 2.0, вы получите право на получение наград за стейкинг плюс сетевые сборы за каждый блок. Перейдем к анализу. Давайте предположим, что мы тратим эквивалент в долларах и покупаем 32 эфира. Это чрезвычайно важно, и я подхожу к этой оценке с точки зрения того, что сначала мы инвестируем в фиат. Поэтому, как и в любом керри-трейде, важно переводить все в стоимость инвестиций в долларах. Чтобы такой анализ имел максимальный вес, мы должны убедить крупных финуправляющих в том, что эфир – это действительно облигация. Как только эфир попадает в корзину облигаций, они знают, по каким инструкциям нужно действовать. Тут не нужно никаких умственных усилий. Босс, я просто соблюдаю правила. В учетной ставке я буду использовать 5, 10, 20 и 30 летнюю доходность. А награды в эфире взял из таблицы выше. Именно из таблицы берутся 8%, 9,6%, 11,5% доходности. Далее рассчитал доходность по этим облигациям, как если бы мы начали 28 марта 2022 года. Какие наши шаги? Берем кредит в долларах, затем покупаем эфир по текущему курсу. Стейкаем 32 эфира и получаем вознаграждение в виде эфира. Через определенное количество лет продаем 32 эфира и переводим в доллары. Вот так выглядит таблица с облигациями эфира. Помните, мы начали с 32 эфиров. Это цена облигации в эфире. С начальной инвестицией в 32 эфира и с тремя вариантами процентов. 8, 9,6 и 11,5%. В реальных рыночных условиях облигация котируется с процентами от номинала. Но чтобы не усложнять, я использовал номинальную сумму эфира без учета процентов. Я также не реинвестировал прибыль эфира от стейкинга. Если бы мы использовали непрерывное начисление доходов эфира по мере их получения, облигация росла бы стремительней. Но с целью упрощения я не делал этого в таблице примере. В таблице ниже показана точка безубыточности эфир-доллар. Это цена, при которой в момент погашения кредита сделка является безубыточной в пересчете на доллары. В примере я предположил, что все денежные поступления от эфира конвертируются в доллары при постоянной цене эфир-доллар. И далее рассчитываем цену, при которой эта сделка становится нерентабельной. А вот другая версия той же таблицы, но этот раз выраженная в виде процентного изменения текущей спотовой цены эфира в размере 3320 долларов. Идем дальше и обсуждаем облигации в национальной валюте. Облигации в национальной валюте – это облигации, в которых внутренняя валюта эмитента и заемная валюта совпадают. Если вы инвестор в долларах, эти облигации несут валютный риск. Некоторые инвесторы предпочитают такие облигации, поскольку у них высокая доходность. Однако инвестору лучше хеджировать свой валютный риск. Как правило, беспоставочные валютные форварды, NDF, на развивающихся рынках растут. Это связано с паритетом процентных ставок. Но так бывает не всегда. Давайте посмотрим, например, малайзийской валюты, рингита, в форвардах NDF. Спотовый курс USD-MYR равен 4.21, а годовой NDF – 4.24, 4.26. Это означает, что он торгуется выше спотового курса. Если бы я купил облигации в местной валюте, то есть в малайзийских рингитах, а потом продал их, я бы торговал по правой стороне, справа, и фактически оплатил бы форвардные пункты. То есть хеджирование моей позиции стоило бы денег. Одни инвесторы готовы пойти на валютный риск, другие – нет. Но хороший фидуциарий просто предложит два разных продукта – один застрахованный, другой без страховки. И в обоих случаях он возьмет за это огромную комиссию. Если пятилетняя облигация эфира идет в местной валюте, и мы предполагаем годовую доходность 11,5%, цена эфира в паре к доллару должна упасть на 29,3%, чтобы инвестор потерял деньги в долларовом выражении через 5 лет. Но если инвестор хотел бы хеджировать валютные риски, ему нужно было как минимум хеджировать ожидаемый поток платежей – кэшфлоу, торгуя форвардом. Сейчас за последние 3 месяца ликвидность фьючерсов на эфир USD была ограничена. 28 марта 2023 года я связался с уважаемым брокером и спросил, какова будет его средняя цена с точки зрения дохода для форвардного контракта в паре эфир-доллар на 1 год. Если у меня длинная позиция по облигациям эфира, и я получаю форвардную котировку эфир-доллар, я торгую с левой стороны, чтобы продать эфир или купить доллар из США. Брокер ответил, что среднерыночный доход будет в размере 6,9%. Это означает, что хеджируя мою облигацию эфир в местной валюте, я фактически получаю доход. Я продаю форвардную пару эфир-доллар с процентами к спотовой. Это положительный кэрри-трейд. На рынке не так много сделок, в которых вы получите более высокую доходность, инвестируя в облигации в иностранной валюте. То есть акт хеджирования обратно в вашу национальную валюту на самом деле приносит вам прибыль. Наконец, я посчитал бессрочную облигацию, используя доход валидатора от стейкинга эфир. Ранее я уже писал, что эфир похож на бессрочную облигацию. Это долговые ценные бумаги, не имеющие конкретного срока возврата долга. Инвестор, купивший такую облигацию, может либо в неограниченное время получать процентный доход, купон, либо продать ее на рынке другому инвестору. И снова переходим к примеру. До недавних пор британские бессрочные бонды имели одну из самых долгих непрерывных ценовых историй среди всех когда-либо выпущенных государственных облигаций. Большую часть времени эти бонды давали долгосрочную доходность на уровне 5% или ниже. И так было на протяжении нескольких сотен лет истории этого долгового инструмента. Поэтому давайте предположим, что долгосрочная доходность облигаций в будущем так и будет составлять 5%. А награды в эфире поставим на нижнюю границу нашего прогноза – 8%. В расчетах мы получим конечную стоимость кэшфлоу эфира в размере 51,2 эфира. А первоначальное вложение, как мы помним, 32. Если мы используем этот принцип для посчета стоимости эфира как облигаций, то придем к такому графику. Он рассчитан на простом умножении – спот умножить на текущую стоимость вознаграждения эфира. Воспринимайте это не как ценовой прогноз, а скорее как руководство к новому мышлению. Если вы считаете, что эфир может или должен оцениваться как облигация, то как инвестор, учитывая ваши предположения о долгосрочной процентной ставке и вознаграждении эфира, вы должны быть готовы купить эфир по сегодняшним ценам, пока его курс минимальный. Мы вернемся к этой таблице бессрочных облигаций эфира чуть позже, когда будем обсуждать производные облигации эфира. Далее Артур Хейс предлагает поговорить о кредитном плече. Чтобы пользоваться облигацией эфира, нужно на определенный срок заблокировать там капитал. Размещенный для стейкинга эфира нельзя погасить до тех пор, пока полностью не запустится шардчейнс. Это может занять от 6 месяцев до полутора лет. После слияния, когда заработает алгоритм POS, доходность эфира вырастет. Однако есть разные валидаторские пулы, которые позволяют трейдерам вносить деньги и получать прибыль сразу же. Эти пулы выпустили свои собственные токены, которые котируются один к одному к эфиру. Например, если вы вкладываете один эфир в пул Lido, вам зачисляется 1ST эфир. Такие активы можно использовать для торговли и выводов средств. А курс аналогичный обычному эфиру. Три крупнейших пула это Lido, Binance и Rocket Pool. На этом графике показана ежедневная процентная прибыльность токенов разных пулов по сравнению с эфиром. Она рассчитывается по такой формуле. Pool Token Price Premium равно RAG Risk плюс Implied ETH Reward плюс Liquidity Preference. И вот как ее читать. RAG Risk это риск того, что в коде валидатора есть эксплойт. Если по какой-либо причине этот смарт-контракт будет заблокирован, средства стейкеров могут стать недоступными. Следующий пункт это Implied ETH Reward, подразумеваемая награда в эфире. Токены пула получат вознаграждение в эфире, но пулы пока рассчитывают эти награды по минимальным ценам. И последний пункт Liquidity Preference – предпочтение ликвидности. Это количественная оценка желания стейкеров, которым нужна ликвидность сегодня. Чем выше предпочтение, тем с большей скидкой будет торговаться токен пула по отношению к эфиру. С другой стороны, если пул ограничивает количество депозитов, которые он может принять, то Liquidity Preference может поднять цену токена пула, как в случае с Rocket Pool. Мой аналитик по резервам подробно изучил, что представляет собой каждый из токенов Lido, Binance и Rocket Pool. Давайте попытаемся понять, почему они торгуются с разными наградами к эфиру. Lido. Этот пул имеет наибольшую долю рынка – 85% – и торгуется в соответствии с ценой эфира. Когда вы стейкаете эфир, вам зачисляется ST-эфир в соотношении 1 к 1. Вознаграждение за стейкинг эфира начисляется на ST-эфир за вычетом комиссии, которую Lido берет за свои услуги. Этот токен можно использовать как залог в других приложениях DeFi, и это не влияет на начисление наград в эфире. Binance. Второе повеличение пул с точки зрения доли рынка. Когда вы вкладываете эфир, вам зачисляется B-эфир в соотношении 1 к 1. Вознаграждение за стейкинг эфира начисляется на B-эфир за вычетом комиссии Binance. Токен B-эфир можно использовать в качестве залога в других приложениях DeFi, но при этом вы не получаете награды в эфире, пока B-эфир размещен за пределами вашего кошелька Binance. Мой аналитик считает, что это одна из основных причин, по которой B-эфир торгуется со значительной надбавкой по отношению к эфиру. Это не настолько хороший залоговый инструмент в экосистеме DeFi, как ST-эфир или R-эфир. Rocket Pool. У этого пула наименьшая доля рынка из трех. Он постоянно торгуется с процентами к эфиру. Когда вы стейкаете эфир, вам начисляется R-эфир в соотношении 1 к 1. Награды за стейкинг эфир начисляются в токенах R-эфир за вычетом комиссии. Rocket Pool децентрализован, в отличие от первых двух пулов, и сильно лимитирован в количестве депозитов эфира, которые он может принять. Они принимают дополнительные депозиты только после того, как другие операторы пула появятся в сети. Токен R-эфир можно использовать в качестве залога в других приложениях DeFi, и это не влияет на начисление наград в эфире. Токен ST-эфир находится ближе всего к текущей стоимости облигации эфир. Я представил теоретическую гипотезу о текущей стоимости, а ST-эфир дает представление о рынке. Тот факт, что ST-эфир торгуется практически так же, как и эфир, вызывает удивление. Что касается Liquidity Preference, то по данным CoinGecko, ST-эфир имеет рыночную капитализацию в 9,8 миллиарда долларов, а суточный объем торгов более 100 миллионов, то есть около 1% от рыночной капитализации. Ежедневный объем торгов эфиром по отношению к его рыночной капитализации составляет около 3%. Если бы владельцы ST-эфир действительно заботились о ликвидности своих недоступных балансов эфир, размещенных в лидо, объемы торгов ST-эфира относительно его рыночной капитализации были бы намного выше. Поэтому похоже на то, что Liquidity Preference этих инвесторов близится к нулю. С каждым днем все больше платформ DeFi принимают ST-эфир в качестве залога, и по мере этого уменьшается спрос на ликвидацию ST-эфир в эфире. Implied Ethereum Reward. Если мы предположим, что годовое вознаграждение в эфире после слияния составит 8%, то Implied Ethereum Reward – планируемое вознаграждение – это 8%, умноженное на время до разблокировки застейканных эфиров. Мы не знаем, как долго это займет. Рынок считает, что после слияния потребуется еще 6 месяцев, чтобы освободить застейканные остатки эфира. В таком случае надбавка должна составить 4%. Что касается Rack Risk, то практически невозможно оценить, какой тут риск на самом деле. Мы можем прикинуть его, только выдвинув в теории относительно трех других переменных. Если вы стейкаете эфир на лидо и не верите в целостность технологии, то переведите свои ST-эфир обратно в разблокированный эфир. Но учитывая, что ST-эфир торгуется по той же цене, что эфир и имеет низкий средний дневной объем торгов, рынок должен верить технологию лидо. Я пришел к выводу, что ST-эфир либо считает, что первый этап эфир 2.0 завершился очень быстро после слияния, либо они недооценили математику наград эфира после слияния. Если после этого эссе участники рынка согласятся с тем, что эфир после слияния станет облигацией, то ST-эфир должен начать торговаться все большим и большим процентом к эфиру. Далее идут рассуждения о том, как использовать залог. Теперь, когда компании предложили валидаторские пулы, их можно использовать как залог в экосистемах DeFi, чтобы разблокировать свои средства. ААВЭ, протокол децентрализованного кредитования, позволяет трейдерам размещать залог в ST-эфир. Сейчас его LTV составляет 70% от ST-эфир. MakerDAO предложит нам минтить DAI, собственный стейблкоин с привязкой к доллару США, используя ST-эфир как залог. Сейчас коэффициент капиталоемкости для этого актива равен 160%. Это просто огромные цифры. Основа глобальных фиатных кредитных рынков – это возможность создать долговой актив, который является просто кредитом для какой-либо организации, а затем взять этот долговой актив и использовать как залог, чтобы занять еще больше денег. Именно так маховик кредитного плеча раскручивает мировую экономику. Несмотря на очевидные преимущества такого механизма, он носит в кредитную систему огромный риск. Итак, протоколы позволяют все больше и больше использовать токены пулов как базовый залог. Но представим, что происходит событие, после которого эти токены становятся практически бесполезными. Это обесценивает всю экосистему. Поскольку эти токены становятся все более популярными, мы должны следить за этим риском. Преимущество DeFi в том, что вся деятельность полностью прозрачна, потому что она происходит в сети. Таким образом, мы можем создавать чрезвычайно точные системы мониторинга для оценки непосредственного кредитного риска системы DeFi, связанного с токенами валидаторских пулов. Способы использования таких токенов практически безграничны в отношении процентных ставок и кредитных деривативов. А сейчас давайте посмотрим, как развивается рынок. В будущем мне будет что рассказать о многообещающих проектах, которые начнут использовать этот новый пул обеспечения, чтобы делать инновационные вещи и децентрализованно оживлять рынки с фиксированным доходом в эфире. Как бы поступил я на месте Майкла Сейлора? Сейлор – гангстер. Ведь его в MicroStrategy используют корпоративные облигации, чтобы на эти деньги покупать биткоины. Это неплохая стратегия. Но биткоин – это чистые деньги. Они, по сути, ничего не дают. Эфир – это товар, который питает самый большой в мире децентрализованный компьютер. А после слияния он получит дополнительную доходность. Так что Сейлор или любой другой человек, который мечтает о высокой доходности, должен выпустить внешние долговые обязательства в эфире. Это позитивный керри-трейд. На этом графике показан средний Option Adjusted Spread компании Bloomberg – спред доходности. Из него следует, что сейчас в среднем они платят по корпоративным бросовым облигациям 3,41%. Используя приведенную выше модель, давайте предположим, что вы – SEO строительной компании. И как директор вы мечтаете, чтобы акции вашей компании росли. Неважно, чем должен заниматься ваш бизнес. Вы – специалист по оптимизации финансов. Начальные условия. 3,41% стоимость капитала. Срок погашения – 5 лет. 8% вознаграждения в эфире. Цена – 3320 долларов за эфир. Результат. Текущая стоимость этих облигаций составляет 41,28 эфира. Безубыточная цена эфира равна 2573 доллара. Или снижение на 22,48% от этого уровня. При условии, что курс эфир-доллар не изменится, доходность в долларом выражении составит 29%. Будет ли бесшабашный гендиректор хеджировать валютные риски? Точно нет. Помните, что SEO публичных компаний – самые высокооплачиваемые федуциары. Они без страха и последствий тратят деньги акционеров. Стоит им только добраться до кормушки. Но для любого гендиректора решение купить облигации эфир создает двойной профит. Во-первых, потому что его акции теперь представляют собой компанию DeFi, Web3.0, Metaverse и так далее. То есть все эти модные термины, которые будоражат умы трейдеров, торгующих мемами с Reddit. Во-вторых, потому что сделка имеет положительный прогноз. Для примера, если вы потратите 1 миллиард на выпуск облигаций, то предполагаемый доход составит 290 миллионов долларов. Вы просто не можете проиграть. Следующий пункт – это инвестиции ESG. Для справки. ESG – Environmental Social Incorporated Governance. Это стратегия инвестирования, при которой компании вовлекаются в решение экологических, социальных и управленческих проблем. Если вы считаете, что ESG инвестирование позволяет добиться большего, то ошибаетесь. Это просто новый способ кормить фидуциаров легкими деньгами. Тренд на ESG изначально имел благие цели, но те, кто занимается продажей инвестпродуктов, видят лохов ESG за версту. Одно дело – тщательно изучить отдельные компании, посетить объекты, поговорить с руководством и прийти к выводу о том, действительно ли эта компания соблюдает правила экологичности и ответственности. Но большинство инвесторов ставят другую цель. Они хотят только создать образ добродетелей, а по факту не делают ничего, чтобы действительно изменить ситуацию к лучшему. Движение инвесторов ESG возглавляет куча ленивых кукол, которым на самом деле плевать на экологию и мир во всем мире. Для них финэксперты создали различные инструменты, чтобы облегчить ESG инвестирование. Это массивы денег, которые поднимают стоимость помазанных активов до новых высот. Также есть немало финуправляющих, которых хотели бы добавить криптоактивы, но не могут из-за пресловутого ESG. Ведь биткоин или эфир работают на механизме консенсуса Proof of Work, который считается энергозатратным. Таким образом, криптоиндустрия противоречит их мандату ESG. Proof of Stake считается зеленым инструментом и соответствует требованиям ESG. Хотя тут я бы поспорил. Они забыли, что все эти валидаторы – это компьютеры, а компьютеры потребляют электричество. Но кого это волнует? Мы здесь, чтобы делать деньги. Итак, когда эфир станет постблокчейном, настроение изменится. Эфир будет восприниматься как экофрендли актив, и в него смогут инвестировать фонды ESG. Очевидно, что эфир – не первый блокчейн, использующий Proof of Stake в качестве механизма консенсуса. Большинство основных блокчейнов первого уровня – это уже Proof of Stake. Но как трейдеры мы заботимся об изменениях маржи. На марже новые фонды теперь могут инвестировать в эфир, чего раньше не могли. Это очень глупо. Ну и теперь мнение об убийцах эфира. Потому что все говорят, эфир медленный и дорогой. Мы создадим конкурента, который будет быстрым и дешевым. Это мантра каждого проекта, который решил посоревноваться с эфиром за корону смарт-контракта Layer 1. Как они планируют достичь этих целей, неважно. Важно, что инвесторы увлеклись этим опиумом и подняли группу таких проектов до огромных оценок. Эти выскочки завоевали сотни миллиардов долларов в рыночной капитализации криптовалют. А в 2021 году их цены выросли. Теперь эфир находится на пороге слияния перехода к Proof of Stake. Неважно, добавит или не добавит такой переход ему производительности. Лучше давайте посмотрим, какова реальная ценность эфира по сравнению с другими валютами Layer 1. Как всегда, лучше всего покажут графики. Это диаграмма соотношения цены и разработчиков. То есть мы поделили рыночную капитализацию некоторых Layer 1 на количество активных разработчиков. Что она нам дает? Какое понимание? Публичный блокчейн создан для того, чтобы им пользовались. Если всего несколько разработчиков создают новые проекты в данном блокчейне, он никогда не станет ценным. Большинство убийц эфира торгуют с гораздо более высокими мультипликаторами, надеясь в будущем привлечь таланты для развития в своей сети. Надежда может принести вам Нобелевскую премию мира, но в какой-то момент инвесторы спросят, а где деньги? Согласно этому отчету, эфир имеет около 4000 разработчиков, что в три раза больше, чем у второй по размерам сети Polkadot. Следующая диаграмма – соотношение цены и адресов. То есть мы поделили рыночную капитализацию ряда лучших протоколов Layer 1 на количество адресов. Количество адресов в блокчейне – грубый, но полезный показатель. Он помогает оценить состояние блокчейна. Эфир имеет в 16 раз больше адресов, чем Solana, занявшая второе место, но все равно стоит дешевле по соотношению цена-адрес. И это еще одна отличная метрика для измерения ажиотажа. Сети, которые существуют только для того, чтобы отобрать долю рынка у эфира, торгуются с гораздо более высокими мультипликаторами. Опять же, где деньги? Следующая диаграмма – Price TLV, то есть рыночная капитализация, деленная на Total Value Locked – количество заблокированных средств внутри дабсов. Эта визуализация – самый простой способ определить, в какой степени приложения DeFi набирают оборот. Эфир является третьим по дешевизне после Terra и Avalanche. Я даже не уверен, нужно ли было включать сюда ADA. Если когда-либо существовала монета, которая торговалась исключительно на хайпе, то это кардана. Итак, мы сравнили несколько фундаментальных коэффициентов. И эфир тут является самым дешевым и недооцененным проектом Layer 1. Успех эфира породил группу конкурентов, которые торгуют надеждами на будущее, а не конкретными результатами. В этом нет ничего плохого, но наступит день, и очень скоро, когда эфир почувствует на себе интерес инвесторов. Его будут использовать в облигациях и ESG. Смогут ли эти другие альткоины идти в ногу со временем? Допустим, эту статью читает финансовый управляющий. Он либо уже владеет каким-то из этих монет, либо должен выбрать, в какую монету первого уровня ему инвестировать. Разве он не захочет купить самую дешевую? Да, рыночная капитализация эфира на несколько порядков выше, чем у его конкурентов. Но он по-прежнему дешевый с точки зрения финансовой оценки сети. В этом году по мере слияния и перехода я ожидаю, что эфир значительно переплюнет любую сеть Layer 1, которая рассказывает басне о том, что она быстрее и дешевле, чем эфир. Этот нарратив работал с 2020 года до конца 2021 года. Но теперь эфир дает нам весьма позитивные фундаментальные результаты благодаря притоку и доходности капитала. Конечно, это не значит, что убийцы эфира не будут повторно показывать all-time high. Это чисто относительный аргумент. Эфир может вырасти до 10 тысяч долларов, примерно в три раза больше, чем стоит сейчас. А Солана до 200 долларов. Были бы вы счастливы, если бы у вас была Солана? Конечно, да. Но вы упустили более выгодный шанс. Капитал течет туда, где о нем заботятся лучше всего. Далее Артур Хейс переходит к более практическим советам. Спрашивает, хотите купить эфир? И сам же себе отвечает, подождите немного. Есть три способа подумать о том, как мы будем распределять портфель в эфире, фиате, биткоинах и других активах Layer 1. Это график 10-дневной скользящей средней в корреляции между эфиром и Nasdaq 100. В 84% случаев они совпадают друг с другом. Эфир и биткоин настолько же рисковые активы, как акции крупных технологических компаний США, не больше. По мере того, как ФРС продолжает повышать номинальные ставки, кривая переворачивается, указывая на будущую рецессию в США. Иными словами, акции будут падать. И под падением я имею в виду снижение на 30-50%. Пока что-то не сломается на кредитных рынках и ФРС не вернется к денежному принтеру. Если я верю в это всеми фибрами своей души, то я также должен признать, что эфир в паре с долларом упадет на 30-50%. Пока рынок высокорисковых активов не рухнет или эфир не перестанет коррелироваться с Nasdaq 100 или S&P 500, я не буду продавать фиат и покупать эфир. Таковы сейчас макроэкономические условия. И они не зависят от того, что я думаю о сильных основах эфира. Следующий раздел эссе это биткоин против эфира. Мой криптопортфель на начало 2022 года состоял на 50% из биткоинов и 50% из эфира. Я убежден, что эфир стоит дешево по сравнению с остальными криптоактивами. Поэтому сейчас мое распределение поменялось. 25% биткоинов и 75% эфира. Биткоин снова станет самой крутой рок-звездой и тогда мы поговорим по-другому. Как и эфир, биткоин пока что воспринимают как рисковый актив. Но это очень благородный риск, потому что король криптовалют торгуется 24 на 7. И это единственный свободный рынок, который остался в нашем мире. Биткоин стоит воспринимать как инструмент для накопления капитала и защиты от инфляции. Это самая надежная форма денег из всех когда-либо созданных. Эфир это не деньги. Это товар, который питает крупнейший в мире децентрализованный компьютер. Данную мысль я подробно объяснял в статье, да я прочитал вайтпейпер. Сообщество эфира четко решило, что эфир это товар, необходимый для питания этого компьютера, а не чисто денежный инструмент. Биткоин не имеет дополнительной доходности. После перехода на лейр 2 эфир такую доходность получит. Следовательно, биткоин это деньги, а эфир товарная облигация. В глобальной рейтинге прогнозы мировой экономики напитаны пессимизмом. Поэтому я хочу владеть активом с положительной доходностью в собственной валюте. И на данный момент это эфир. Биткоин ничего не дает. Следовательно, с точки зрения чистой разницы процентных ставок, у меня в портфеле должно быть эфира больше, чем биткоина. И опять-таки, члены ESG могут безопасно инвестировать в эфир после слияния. А в биткоин не смогут. Теперь, что касается эфира в сравнении с конкурентами. Я надеюсь, что все эти графики показали. Эфир торгуется дешево. Его цена основана на фундаментальных принципах сети. А конкуренты торгуют на ожиданиях светлого будущего. Опять же, убийцы эфира могут мечтать сколько угодно о свержении эфира. Но пока что этого не случилось. С учетом предстоящей дополнительной доходности эфира и возможностей для ESG инвестиций, надежды убийцы эфира будут таять на глазах. Максимум, что они смогут предложить, это что-то дешевое на сети фундаментального уровня. В конце дам вам важное замечание о кроссчейнах. Межсетевые мосты The Wormhole и Ronin Axie Infinity потеряли средства пользователей в эфире, в других криптовалютах и стейблкоинах на сумму почти 1 миллиард долларов. По сути своей, кроссчейны – это попытка экосистем импортировать все удивительные дабсы, изначально созданные на эфире, в более быстрые и дешевые блокчейны убийц эфира. Если трейдерам надоело бояться, что их кроссчейн будет следующим лузером, им нужно просто перевести свой TVL и бизнес обратно в эфир. Но, конечно же, при массовых переводах это отрицательно скажется на всех конкурентах Layer 1. Доверяйте святому Виталику, не входите в мутные воды реки Стикс и не играйте с гневом Аида. Ну и последний раздел называется «Эфир по 10 тысяч долларов». Несколько лет назад я написал статью, в которой предсказал, что эфир станет двузначной монетой в долларовом эквиваленте. Этот прогноз сбылся очень быстро. Затем я сделал новые прогнозы, когда посмотрел на одну вещь. На сводку о том, что общая капитализация дабсов, созданных на эфире, превышает рыночную капитализацию самого эфира. Это был кричащий сигнал о покупке. Я прошел все взлеты и падения и очень доволен, что дал место для эфира в своем криптопортфеле. Остаток 2022 года станет годом Ангелов и РЦ-20 во главе с его высочеством Виталиком. «Когда в конце года пыль уляжется, я полагаю, что эфир будет стоить выше 10 тысяч долларов». Ну а мы напоминаем, что это мнение Артура Хейза. Это не сигнал к покупке. В любом случае делайте свой собственный анализ. У нас, кстати, есть отдельное видео на тему «Do you on research». Ссылка будет вот здесь и в описании. Думайте своей головой, это всегда полезно. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, на наш Telegram-канал, потому что там выходят новости немножко быстрее, чем в YouTube. И читайте наш сайт, потому что там вот этот перевод сделали наши ребята. Там есть очень много полезных статей, новостей и прочих обзоров. В общем, с вами были Encrypted. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!